Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале. Сегодня одна из моих любимых рубрик. Я решила себя побаловать. Я очень хотела в деревне сидеть под деревом и кушать в Макдональдс. И еще заедать это все роллами. Роллы я поела, Макдональдс остался. Я хочу его тоже сегодня схомячить. Что у нас? Ну, как всегда, все самое любимое. И очень интересная тема для разговора. Хочу сразу приступить. Кому не интересно, чтобы вы не досматривали. В общем, мне написала одна из моих подписчиц, что у нее жизненная ситуация такая сложная. Кстати, соус здесь кисло-сладкий. Она влюбилась в парня и уже встречается достаточно давно с молодым человеком. Он азербайджанец и у него родители против их отношений. Она русская, он азербайджанец. Живут они в России. И она мне, кстати, написала такую вещь. Не знаю, правда, не правда. Говорят, что даже сейчас парни, азербайджанцы встречаются, а потом в конце женятся на своих. Правда ли это или стереотип? Как здесь обстоят дела? Как к этому относятся тут? Я знаю, не то чтобы куча пар, но несколько пар. Парни, например, ехали учиться, например, за границу. Неважно куда, пусть даже в Россию. Находили себе там любовь. Либо привозили девушку сюда. Жили здесь. Либо сами переезжали уже в Россию и жили там. Но мне кажется, лучший вариант, это когда они с девушкой приезжают сюда. В таком случае глава семьи будет мужчина, потому что он у себя на родине. У него здесь есть связи, знакомые. Ой, какой сок. А когда всем рулит девушка, не знаю, мне так не очень нравится. Что касается родителей. Например, у меня есть два двоюродных брата, которые женились на русских девушках. Я несчастлива. Все у них нормально. Никто особо так против тоже не был. Мне кажется, самое главное, чтобы мужчина был на вашей стороне. А родители может изначально там будут против, а потом уже поймут, что их сын счастлив, и как бы никаких проблем с этим не будет. Но самое главное, чтобы мужчина действительно хотел. Хотел с вами продолжать отношения, а не просто делал вид. Вы это можете легко почувствовать. То есть дело не только в словах, но и в действиях. Когда ты любима, ты это чувствуешь. И на мой взгляд, отпускать человека только из-за того, что его родители против. Это зуба. Если вы счастливы, вы видите будущее с этим человеком, в его разговорах прослеживается то, что он тоже видит будущее с вами. Я, по-моему, вам рассказывала, в универских кодов была такая ситуация. У нас был одногруппник. Он был влюблен в девушку. Он был из очень обеспеченной семьи. Я рассказывала, но расскажу еще раз. И у нее был ребенок у девушки. Она уже была замужем. По-моему, на первом курсе она вышла замуж. По-моему, на втором она уже развелась. У нее был ребенок. София маленький. Я не помню, к какому курсу они начали общаться. Но, в общем, парень настаивал, что он хочет на ней жениться. Родители сказали, нет, ни в какую. Это лишняя проблема. У нее есть ребенок. Зачем тебе оно надо? Что скажут родственники? И, казалось бы, родители очень категорично были настроены. Но, когда мужчина хочет, он легко может исправить эту ситуацию. И исправил. Поженились они. Правда, не особо, знаете, супер пышная свадьба была. Но так, человек три стал. Недавно наткнулась в тик-токе на них. Они, кстати, начали снимать тик-токе. Вроде живут вместе. Пока общих детей нет. Но парень учился со мной. Мы вот недавно закончили, получается. Два года, как универс, закончили. Даже не два, а не два уже. Может, хотят для начала пожить для себя. Сделать какую-то почву. Потом уже думать о дальнейшем. Но суть в том, что они сделали так, как они хотят. И вроде как мама парня тоже себя чувствует неплохо. И невестку вроде как любит. Для меня мнение родителей очень авторитетно. Но опять же, решение принимаю я. И в большинстве случаев, мое мнение с мнением, например, моей мамы, сходятся. Папа тоже особо не лезет. Как бы он такой у нас очень современный. Я просто такой человек. Мама, например, никогда в жизни меня не ловила на вранье. Даже какая-то крупная покупка. Покупка квартиры. Там, не знаю, взять ипотеку. Мне всегда мама говорит, деньги твои. Ты у меня умная девочка. Решай сама. То есть, может что-то посоветовать. Но всегда дает мне право выбора. И то же самое с моими отношениями. Или, например, моим братом. Я не думаю, что они будут прям так вмешиваться в его жизнь. Но единственное, если я увижу, там он встречается с девушкой вообще легкого поведения. Или, например, наркоманка, алкоголичка. Естественно, так как мы его любим, мы захотим его отгородить от всего этого, от всего плохого. Ну, а так, в общем, мне кажется, эти все стереотипы остались где-то в прошлом. Еще, мне кажется, очень важный момент. Если ваш молодой человек, например, родители против, чтобы он был независим от родителей. То есть, имел какую-то почву под ногами, имел какую-то работу, чтобы он не был напрямую зависим от родителей. Когда он полностью зависит от родителей. Например, родители купили машину, родители купили квартиру. К примеру, они сказали, если выбрал эту девушку, покупай все это дело сам. Живи на свои средства. Возможно, увидев эти трудности, парень скажет, что нет. Мне такая жизнь не подходит. Взять, например, ситуацию у меня. Если бы я узнала, что родители моего парня против меня. Не могу сказать, что мне бы было параллельно. Конечно, это было бы неприятно. Но из-за этого я бы не расставалась со своим любимым ни в коем случае. И он со мной тоже, я уверена, на миллион процентов. То есть, в этом плане я прям уверена в нем, как в себе. Родители это хорошо, конечно. Не хочу никого обидеть. Однажды, когда я в видео сказала, что мы обязаны помогать нашим родителям. Я начитала столько комментариев, столько негативов. Что мы обязаны, мы никому ничего не обязаны. Это родители сделали выбор нас родить. Мы не выбирали. Мы никому ничего не обязаны. Я просто реально, ребят, в шоке, какое поколение сейчас растет. Вообще без никакого уважения к старшим. Что мы ничем не обязаны родителям. Да мы по гроб жизни обязаны родителям. Когда я читаю такие вещи. То есть, не то, что люди прям не согласны. Они считают родителям. Да что вы сделали для меня, да, к примеру. Не забывайте, вы тоже завтра будете родителями. Если вам ваш ребенок скажет так. Какого вам будет? Сок, конечно, был обалденный. Это витамин. Когда я этот сок называю витамин, все мне пишут, нет, это витамин. Потому что витамин здесь написано тысяча, а тысяча на азербайджанском это мин. И получается витамин. Но почему-то я привыкла как-то этот сок называть витамин. Так что привыкайте вы тоже. Здесь у меня чаек. Свежевыжатый, я хотела сказать. И любимый десерт. Так что у каждого, конечно, своя позиция. Как бы я не уважала своих родителей. Как бы я не преклонялась. Я все равно считаю, что моя личная жизнь это мое личное дело. Поэтому туда вмешиваться я не позволю никому. Какие-то ссоры, какие-то непонятки, например, с парнем. Я всегда стараюсь маме не показывать, не говорить. Знаете почему? Вот вы сегодня расскажете маме про ваши проблемы с парнем. А завтра вы помиритесь. А у мамы будет осадок. Неприятное ощущение того, что ее ребенка обижают. Если возвращаться к вопросу моей подписчицы, я считаю, что ни в коем случае расставаться не стоит. Наоборот. Нужно быть еще крепче, еще сплоченнее. Если все остальное устраивает. Если вы чувствуете, что вас любят. Потому что это чувствуешь сразу. Обожаю этот десерт. Это лучший десерт в моей жизни. Недавно заглянула в статистику. По боку именно. Сколько у нас разводов. Я была просто в шоке. Столько людей разводится. Это такие ужасные цифры, которые просто не хочется озвучивать. И вы знаете, например, бабушка, мама у меня рассказывают, что в то время они женились. Например, 10 пар поженились. Из них все 10 были вместе. Максимум там у одних какие-то проблемки. Сейчас все разводятся. Что-то разрушить всегда проще, чем сколотить. У моих родителей был один переломный момент. Я помню, я где-то училась, наверное, в третьем классе. Они очень сильно поругались. Я не помню, на какой почве. По-моему, на какой-то денежной почве. То есть это не были измены. Еще что-то связанное с деньгами. Папа куда-то потратил. Маме это не понравилось. Что-то такое, в общем. И вот тогда мне было настолько как-то фигово. Я боялась, что родители разведутся. Я буду жить с мамой. Я не буду видеть папу. Но эта тема длилась где-то 4-5 дней. Потом они помирились. И больше таких моментов, слава богу, нет. И вспоминая эти моменты. Я понимаю, что переживают дети, у которых родители разводятся. Если муж не пьет, не бьет, работает. Я бы никогда не стала разводиться. Просто потому, что мне понравился кто-то другой. Просто потому, что, не знаю, на работе кто-то мне понравился. У меня какой-то роман на стороне. Всегда недоступная. Кажется крутым. Сколько случаев девушек, которые уходили к своим любовникам, бросали мужей, жили с любовниками пару лет и понимали, что, господи, какую я ошибку совершила. Я понимаю, когда муж бьет. Алкоголик какой-то. Неадекват. Это, конечно, ненормально. Жить с таким человеком. У нас соседка в деревне. Прямо рядом. У нее такой муж. Он пьет и просто в неадеквате. Сейчас уже родители подросли. Ой, дети подросли. И уже не позволяют себе, чтобы папа избивал маму. Ну, я помню прям у меня такие ассоциации в детстве. Я постоянно слышала, как ее бьют, как она плачет от соседка наша. И прямо у нас дома рядом находятся. даже с нашего второго этажа виден их двор. Я вам во влоге показываю. Вот это вода, где есть. Вот там, с этой стороны. Ну, в общем, он напивается. Я даже однажды слышала их конфликт. И такой начинает орать. Ты на свадьбе танцевала с каким-то мужиком. Что у тебя с ним было? У него, знаете, какая-то маниакальная... Я не знаю, как это назвать даже. Он как пьет, начинает ревновать жену и начинает ей предъявлять какие-то вещи, которых в априори не было. Она такая терпеливая, она такая мудрая. Но я считаю, что это неправильно. Я считаю, что один раз руку поднял. Нужно уходить от такого мужчины. Они делают ему скейтку. А он был пьяный. Он был не в адеквате. Он меня проревновал. Знаете, что он меня любит? Это просто маразм. Обалденно. И вот этот вот скандал который вот почему-то там с ним потанцевала. Я в детстве помню, как они ругались. И бабушка всегда вмешивалась в их конфликт. Хотя папа говорил, что это их семья. не надо вмешиваться. Она же не уходит от него. И, с одной стороны, папа был прав. Папа считает, что если так, женщину унижают. Вот у меня отец в этом плане вообще золотой. Никогда в жизни на маму руку не поднимал. Он такой, знаете, достаточно мягкий человек. Еще, мне кажется, многие характеры мои это папин характер. Я поела. Было вкусно. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всех люблю. Пока.